Всем привет! Настало время поделиться с вами опытом использования различного оборудования, которое я приобрел на своем пути электронщика. Думаю это поможет вам сэкономить деньги и бесценное время, так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Наверное, как и у каждого радиолюбителя, все началось с мультиметра. Это был самый дешевый мультиметр за 5 баксов. Но такой девайс пригодится только для совсем приближенного измерения. В нем нет защит и после измерения напряжения на прозвонке этот предел перестает работать. Так что со временем я начал присматривать что-то лучшее. Перепробовал несколько разных вариантов и остановился на юнитах. Сначала был простой, без автовыбора. 890 модель. Отличительной особенностью его есть то, что измерения идут кратно 6. А это позволяет с большей точностью проводить измерения до значения своего разряда. Так что при выборе мультиметра обращайте на это внимание. Следующим стал мультиметр с автопереключением. Юнит 61С. Им пользуюсь и на данный момент. Это уже довольно серьезный аппарат, который можно настраивать большинство схем. Плюс у него есть аналоговая шкала, которая дает возможность в реальном времени следить за показаниями, что позволяет увидеть пульсации и разные скачки напряжения, которые обыкновенным мультиметром не увидеть. Также есть функция MinMax, которая покажет, до какого именно значения был скачок или провал напряжения. Эту функцию можно использовать для диагностики цифровых цепей. Допустим, посмотреть, передаются данные или нет. Что касается измерения тока, проблем никаких. Отслеживает как мелкие диапазоны, так и большой ток. Плюс ко всему есть защиты. Я как-то измерил 220 вольт на прозвонке, и все осталось целым. В дополнение к мультиметру взял щупы-иголки, которыми можно встать даже на ножку STM32, что очень удобно. Стоят они недорого, а пользу приносят большую. Продолжая тему измерения тока. 10 ампер явно маловато. И когда я восстанавливал сварочный инвертор, потребовалось измерить очень большой ток. Тут нам на помощь приходят токовые клещи. Они правда имеют еще кучу разных функций, но ими я особенно не пользуюсь, так как не вижу смысла. Своё основное предназначение они выполняют на 100%. Идем дальше. Со временем я стал заниматься ремонтом, и частенько нужно было проверить транзистор, диод или конденсатор, не высох ли он. В общем, стала потребность в приборе для проверки деталей. Самый первый был ESR-метр. Не знаю, почему он так называется, но не столь важно. Он умел довольно точно определять большое количество параметров, такие как емкость, индуктивность, сопротивление. И это была прям находка. Долгое время им пользовался, пока не решил заказать улучшенную версию, с большим дисплеем. По сути тут разницы нету, можно брать любой. Но как вы понимаете, большой точности добиться с такого простого устройства не получится. И вот, когда я собирал свой резонансный блок питания, то для большей точности в измерении индуктивности, которая тут играет ключевую роль, был приобретен специальный прибор Unit 602. Он позволяет измерить индуктивность в больших пределах, а также сопротивление. Ну и в дальнейшем этот прибор стал основным для настройки обратноходов, различных дросселей и индуктивностей. С индуктивностью разобрались, теперь емкость. Пока не требовалось особой точности, я продолжал пользоваться ESR-метром, несмотря на то, что в моем основном мультиметре была функция измерения емкости. Просто потому, что это неудобно. И все это продолжалось до тех пор, пока я не начал собирать ультразвуковую ванну. А в ней для подбора резонанса необходимо было с большой точностью узнать емкость излучателей. И для такого случая я приобрел еще один прибор, специально для измерения емкости, Unit 601. И уже с помощью него производил настройку. Тут стоит сказать, что есть прибор, который совмещает в себе эти два, Unit 603. Но как вы понимаете, в бочке меда есть ложка дегтя. У него чуть меньше пределов измерений. Так что тут решать вам, какой использовать. Что касается измерения сопротивления, то по сути эти мультиметры равны, так как измеряют очень точно. Как незначительное сопротивление, так и довольно большое. Следующий прибор это осциллограф. Их я перепробовал довольно много. Началось все с самого простого, DSO-138. Он засветился в паре роликов. Но как вы понимаете, это устройство позволяет очень приближенно измерить сигнал. Спустя некоторое время я купил USB осциллограф. И в принципе все было неплохо. До того момента, пока я не спалил его и все USB порты в компе. Из-за того, что была общая земля между щупом осциллографа, сетью и компом. После этого я собрал себе гальваническую развязку и сказал, что больше так делать не буду. Ну и приобрел другой осциллограф, которым пользуюсь и по сей день. Ригол DS1102. Но уже посматриваю в сторону четырехканальных осциллографов, так как иногда двух каналов тупо не хватает. Еще для исследования высоковольтных импульсов в обратноходовом преобразователе был приобретен щуп с делением на 100. Им можно безопасно смотреть высокое напряжение и не бояться за осциллограф. Осциллограф штука хорошая, но для исследования цифровых сигналов он не слишком подходит. Допустим, мы можем увидеть, как два контроллера обмениваются информацией, а вот какой информации Ослик не покажет. В таких случаях на помощь приходит логический анализатор, который может расшифровать очень большое количество протоколов. Это незаменимое устройство при работе с микроконтроллерами. Следующий на очереди у нас измеритель температуры. Первое время я использовал термопару, но это такое себе. Закрепи ее, выдели под нее мультиметр. В общем, хотелось бесконтактного измерения. Поэтому приобрел пирометр, но лучше бы я этого не делал. Бесполезная штука, которая больше показывает погоду на Марсе, чем температуру. Тогда я начал смотреть в сторону тепловизоров. Приставку к телефону брать не захотел, так как посмотрев Хамстер Тайма, понял, что могут быть проблемы. Покупать полноценный тепловизор очень дорого. И в какой-то момент мне попался обзор на тепловизор-телефон Caterpillar S61. И это была прям находка. Он соответствовал всем моим требованиям. Совмещал изображение с основной камеры и тепловизионной. Полный фарш в общем. Брал бы ушным, поэтому он такой покоцанный. Но свою работу он выполняет на 100%. Также у меня есть микроскоп. Но так как он из разряда самых дешевых, то картинка на нем не очень. Поэтому пользуюсь им редко. Есть в продаже Andrastar какой-то, но все никак не куплю себе. Поэтому пока так. Плавно переходим к паяльному оборудованию. Пользуюсь самодельной паяльной станцией, которую собрал еще в 2017 году. Перенес ее в новый корпус, и в целом она меня полностью устраивает. Паяльник тут Т12. Для него приобрел пару жал. Правда, нигде не нашел мини-волну, только аналог. Это жало, как на паяльниках промышленных станций. Такими пользуюсь на работе. Из достоинств то, что в ложбинке накапливается олова, и очень удобно паять микросхемы и прочую мелочевку. Фен лучше брать обыкновенный вентиляторный. У меня есть горький опыт с компрессорными станциями, поэтому советовать такие не буду. Так как мой канал содержит много роликов про блоки питания, то их нужно как следует тестировать. Одним из способов есть пониженное напряжение. Идеальным устройством для этого является латер. С помощью него можно в широком диапазоне изменять входное напряжение. В дополнение к латеру можно упомянуть ваттметр. Он покажет, сколько потребляет ваше устройство в ваттах или амперах. Покажет напряжение сети, а также косинус фи, который однажды мне даже пригодился во время тестирования корректора мощности. Стоит такой прибор недорого, и я прям советую его купить. У каждого радиолюбителя должен быть блок питания, и не один. У меня их три. Первый линейный, юнит, 30 вольт, 5 ампер. Пульсации на выходе минимальные, и им можно питать разную чувствительную электронику. Следующий, ДПС 5020. Это силовой блочок, который может выдать целый киловатт, что очень нехило. И третий блок, это Юрина Меандра. Служит мне уже несколько лет. Совмещает в себе низкие пульсации и большой ток. Раз есть источник, то должна быть и нагрузка. У меня она самодельная. Думаю, вы ее видели в моих роликах довольно часто. Выполняет свою задачу прекрасно, а для каких-то сверхмощных блоков имеется галогенная нагрузка, которая покрывает большой спектр мощностей. Рано или поздно электронщик начинает делать самодельные платы. Со временем их количество растет, и сверлить дрелью уже неудобно. Для этих целей я пользуюсь сверлильным станком, который в свое время мне распечатал подписчик. Как оказалось, очень удобная штука. Сверла использую из набора, коих на Алиэкспрессе очень много. Ресурс у них довольно большой. Но есть и минусы. Можно просверлить только один раз. А если в это отверстие пустить сверло большего диаметра, его зажует. Сверлильный станок это хорошо. Но на этом я не остановился и купил себе ЧПУ-станок CNC-3018, который может не только сверлить, но и фрезеровать платы. Также нашел для себя идеальный метод изготовления плат с помощью лазера и краски. Но по правде говоря, станок себя не окупил. Поэтому стоит хорошо подумать над его приобретением. По сути, этот станок большая игрушка. Делать что-то серьезное не получится, ввиду хлипкости конструкции и слабого движка. А так какие-нибудь экзотические штуки можно изготовить. Раз пошли по крупным объектам, то следующий у нас 3D принтер, Ender 3. Это прям полезнейшая штука. Ни разу не пожалел, что взял его. Правда, очень долго не мог настроить. Но все приходит с опытом. Естественно, что не обошлось без доработок и улучшений. Собрал даже отдельный бесперебойник для него. Ролик есть на канале. В любом случае рекомендую к приобретению. Так как постоянно приходится изготавливать какие-нибудь крышки, крепления, заглушки. А с 3D принтером сделать это очень просто. Есть еще много устройств, которые помогают в ходе ремонтов или разработок. Но как по мне, они не особо интересные и уделять время не хочу. Поэтому будем заканчивать данный ролик. И как всегда, спасибо, что смотрите и до новых встреч.